В канун праздника учреждениями культуры автономного округа подготовлено свыше 140 культурно-массовых мероприятий различной направленности. Выставки, турниры, встречи с ветеранами. 9 мая во всех селах и городах округа пройдут шествия, возложения венков и праздничные концерты. Лабетнанцы 9 мая смогут принять участие в торжествах, патриотических акциях, конкурсах, поздравить ветеранов, пройти с фотографией деда или прадеда в составе бессмертного полка, отведать солдатской каши. Это будет насыщенный событиями праздничный день. Расписание Дня Победы репортаж Андрея Симоненко. Праздничные мероприятия 9 мая традиционно начнутся здесь, на площади Победы. В 10 часов состоится торжественный митинг. В 10.20 возложение цветов к монументу славы. Много лет без войны так будет называться торжественное мероприятие, на которое всегда собираются сотни лабетнанцев. Здесь же, рядом с площадью Победы, в 12 часов стартует эстафета «Спартакиад» школьников и взрослых. Спортсмены пробегут по Гагарина, Дзержинского, Школьной и Первомайской. Также не удивляйтесь, если в автобусе на городских маршрутах встретите поющих пассажиров. Это творческие коллективы создают атмосферу праздника. В 15 часов стартует акция «Бессмертный полк». Уважаемые лабетнанцы, встречаемся рядом с железнодорожным вокзалом. Приходите с портретами ветеранов. Давайте поддержим акцию, которая стала уже всемирной. «Бессмертный полк» построится от перекрестка улиц Центральная и Железнодорожная и прошагает по Первомайской до площади Владимиронака, где в 15.30 начнется концерт «Вперед к победе». Будут выступать творческие коллективы, прозвучит много любимых россиянами произведений военных лет. А в 15.30 будет готова солдатская каша. Все желающие ее смогут отведать совершенно бесплатно. По прогнозу, погода вряд ли будет баловать лабетнанцев, но она не омрачит атмосферу всенародного праздника – Дня Победы. Андрей Симоненко, Дмитрий Сверид. Программа «Время местное». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...